Увлекательная тема «Потепление или похолодание грозит земному шару». И для обсуждения этой темы я сегодня и пригласил Игоря Ивановича Мохова, заведующего лабораторией теории климата Института атмосферы Российской Академии наук, члена-корреспондента Российской Академии наук, доктора физико-математических наук. Добрый вечер или доброе утро, Игорь Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Иванович, сразу я хочу предупредить, можете не отвечать на какие-нибудь наши вопросы, потому что мало ли какие вопросы мы будем вам задавать. Мы, я имею в виду еще наших уважаемых слушателей, которые будут задавать вопросы в первой получасовке, присылая вопросы посредством СМС, телефон плюс семь девять восемь пять девять семь ноль четыре пять четыре пять, плюс семь девять восемь пять девять семь ноль четыре пять четыре пять. Задавайте вопросы Игорю Мохову, заведующему лабораторией теории климата Института атмосферы Российской Академии Наук и члену корреспондента Российской Академии Наук. Институт физики атмосферы. Институт физики атмосферы. Физики, да, конечно. Какая же атмосфера без физики? Физики атмосферы. И доктор физико-математических наук. Видите, сколько у вас титулов, и во всех присутствует слово «наука». Так что говорит-то «наука», что отвечает «наука» на вопрос? Что нас ждет в ближайшее время? Похладание либо потепление в глобальном масштабе? Ну, то, что происходит сейчас, это все-таки потепление. И еще совсем недавно это был спорный вопрос. Еще пару десятилетий назад, четверть века назад это обсуждалось. Но сейчас это факт. Другое дело, что в разных местах это происходит по-разному. Но, тем не менее, данное наблюдение показывает, что на Земле происходит потепление. Причем это потепление в течение последних десятилетий усиливается. Если за последние сто лет потепление произошло меньше, чем на градус, это примерно там три четверти градуса, для Земли в целом это очень много, то в последние десятилетия Земля теплеет у поверхности примерно со скоростью 0,2 градуса за десятилетие. В пересчете на столетие это два градуса. Это много. То есть скорость увеличилась фактически... В три раза. В три раза получается. Да, в три раза. То есть за последние 10 лет скорость потепления на Земле увеличилась в три раза. За десятилетия. Десятилетия это сколько? Два десятилетия? Ну, последние два десятилетия вот такая скорость. За последние 20 лет скорость потепления на Земле увеличилась в три раза по сравнению с той скоростью, которая была на протяжении 80 предшествующих лет, получается, так? Ну, можно сказать, да. То есть в целом за последние столетия это три четверти градуса, а за последние 20 лет это две десятилетия за десятилетие, значит, два градуса за сто лет. Эта ситуация нормальная? Отражает ли она естественные циклы потепления, похолодания на Земле? Или ситуация отличается от той, с чем вам приходилось столкнуться? Ну, это необычная ситуация. Если сравнить, опять же, с изменением климата за последние тысячи лет, скорость изменения за последние сто лет, она существенно больше, на порядок больше, если сравнивать. А в последние десятилетия она еще больше усиливается. То есть это необычная скорость роста и очень сильная скорость. У нас в 20 веке, в последние сто лет, было потепление в 30-40-х годах. Был цикл, так называемый, 60-летний цикл потепления, похолодания на Земле. Да, это можно интерпретировать как циклы. Но, к сожалению, ряд наблюдений не такие длинные, чтобы можно было это достаточно надежно определять как циклы, или это какие-то периодические возмущения. Влеские эмоции. Да, 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 периодические такие периоды. То есть временные интервалы потепления и похолодания. Или это регулярные такие особенности. Но, тем не менее, вот это потепление в первой половине 20 века было. И вот когда Арктика теплела, и тогда вот и попальницы высаживались на льдине, и тогда и попытки были, предпринимались организовать регулярные перевозки вдоль Северного морского пути, сейчас тоже идет потепление, причем это уже более сильное потепление. Чем то, что было в первой трети прошлого века. Да, да, да. То есть это уже более глобальная температура сейчас абсолютно рекордная за весь период инструментальных наблюдений с середины 19 века. И последние два десятка лет практически все рекордные годы глобально. Ну и Арктика теплеет быстро очень. Инструментальные наблюдения ведутся, вы сказали, с середины 19 века. То есть не более 200 лет, ну меньше, там 170-180 лет получается, так? Ну на самом деле, если отдельные станции, они были из 17 века, но вот достаточно представительные, чтобы достаточно много станций было по Земле, чтобы можно было уже характеризовать как-то глобальную температуру, или хотя бы температуру полушария северного, например, там и температуру над сушей, то это все-таки более надежные данные с середины 19 века. Хотя и они покрывали только примерно треть общей территории. Что вы можете сказать, насколько сейчас средняя температура отличается от той, ну что была, предположим, там лет 50 назад, среднегодовая температура в глобальном масштабе? Потом я задам вопрос с территории Российской Федерации или там Советского Союза, если хотите. Ну, это примерно было, ну на полградуса сейчас теплее. Это много или мало? Это много. Для Земли в целом это много. Ну вот давайте оценим, что Земля теплеет вот меньше, чем на градус за 100 лет. При этом Россия, как северная страна, примерно скорость ее потепления на территории нашей страны, примерно вдвое больше, чем глобально. Чем глобально, то есть у нас, если глобально на полградуса выше, чем полгода. У нас больше, чем на градус потеплело. То сейчас, по сравнению с данными 50-летней давности, на территории России потеплело более, чем на градус. Да, да. Правильно? Да, да, да. У нас уже потепление за последние десятилетия больше, чем на градус, да. Каковы первые, самые первые результаты от того, что вы сказали? К чему это привело? Вроде бы один градус. Такая, по-моему, очень незначительная эта отметочка-то. Это так кажется. А вот если оценить уже по территории России, вот в регионах разных, ну, например, у нас очень сильно теплеет в Сибири, например. И это особенно вот в зоне влияния сибирского максимума. Вообще потепление самое сильное происходит зимой и весной. Особенно в зимний период. Это связано с вот таянием снежного покрова и меняется коэффициент отражений. Поэтому теплеет больше всего в холодный период. И вот в Сибири теплеет примерно сейчас в 4 раза больше, быстрее, чем для Земли в целом. Это примерно в отдельных регионах на 0,8 градуса за десятилетие. То есть в пересчете на столетие это 8 градусов. Вот в отдельных... Еще раз. В скорость потепления в отдельных российских регионах, вот в частности в Сибири, теплеет со скоростью почти градус за десятилетие. 0,8 градуса за десятилетие. В пересчете на 100 лет это 8 градусов за 100 лет. Интересная информация. Но вот мне, как обывателю, что там, предположим, минус 40 в Сибири, что минус 35, ну, примерно явление одного порядка. Ну, в этом смысле-то да. Это правильно. Но, с другой стороны, на самом деле минус 40, это не на всей территории страны, а в большинстве регионов. Вот вы, жители Москвы, наверное, прекрасно чувствуют, какие последние годы зимы? Мерзкие. Вот именно. Мерзкие. То есть зима, не зима. Разброты шатаны, я бы сказал. Уже как не Россия, да? Да, колеблимся вместе с линией зимы, вот я бы сказал. Не снега, но, с другой стороны, вот в последние годы, например, начало 2006 года были морозы, помните, наверное, да? Да. И вот эта особенность таких морозов, довольно длительных и довольно суровых, она не противоречит тенденции общей потепления глобальной. Это связано с чем? Я могу это качественно объяснить. Сейчас объясните, а я хочу сказать, что у нас в студии глобальное потепление нам не грозит, у нас работает кондиционер и работает радиостанция «Эхо Москвы». И в студии «Эхо Москвы» приятно, тепло, потому что пришел Игорь Мохов, заведующий лабораторией теории климата и института физики атмосферы Российской Академии Наук. И с ведущим Ашотом Насимовым в программе «Назад в будущее» обсуждает проблемы глобального потепления. Ну вот, наконец-то я выяснил, что все-таки у нас идет глобальное потепление, потому что скептики перед началом передачи присылали вопросы, в частности, на сайт радиостанции «Эхо Москвы» и возражали, говорили, что нет никакого потепления, нет будет похолодания. Что мы можем ответить этим скептикам? Когда-нибудь, конечно, похолодания будет, но пока у нас в ближайшие три десятка лет что? Ну, потепление очень быстрое. Точно. Я могу сказать, самые рекордные, абсолютно глобально рекордные температуры это в последние два десятка лет. Самый абсолютно теплый год был 1998-й, 1998-й, второй по аномальности 2005-й год. Кстати, вот прошлый год, 2007-й год был абсолютно рекордный в России. Абсолютно. По теплу. По теплу. С конца 19-го века. Абсолютный рекорд. Причем абсолютно рекордный этот год был не только в России, но и над сушей Северного полушария. Северное полушарие в целом было на третьем месте по аномальности, а глобально Земля была примерно на седьмом месте по аномальности. А в России был абсолютно рекордный год по теплу. Я обращаюсь к нашим слушателям с призывом задавать вопросы, присылать смс-ки на телефонный номер плюс 79859704545. Самое интересное мы зачитаем в эфире. Уже пришло примерно дюжина вопросов. Задавайте вопросы Игорю Мохову, заведующему лабораторией теории климата Института физики и атмосферы Российской Академии Наук. Мы обсуждаем проблему глобального потепления. Как только что выяснилось, эта проблема действительно существует. Пришла минувшим днём информация следующая. Откололась в Антарктиде льдина размером с половину Москвы. Вот где-то она там сейчас плавает и может служить помехой для встречных судов. Является ли подобного рода феномен отражением именно глобального потепления? Насколько отражается это самое глобальное потепление на кухнях погоды, на Арктике и на Антарктике? Ну, вообще говоря, наличие льдин – это не обязательно показатель глобального потепления. Это происходит… Размером с пол Москвы. Ну, это, конечно, существенный размер, но тем не менее… Ну, размер имеет значение. Что касается так называемых двух кухонь погоды, да, вот Арктики и Антарктики. Здесь изменения происходят по-разному. Вот в Арктике очень быстро уменьшается площадь морского льда. Рекордно. Вот, казалось бы, модельные оценки показывали катастрофические изменения в будущем и вот на сегодняшний день. И никто не верил в это. Так вот, сейчас площадь морского льда в Арктике уменьшается со скоростью, которой даже модели не предсказаны. Когда этот был модель предложена? Ну, вот в последнее десятилетие делались оценки, как может изменяться климат. Кстати, предсказывал, что вот скорость… Десять лет назад. Примерно. Ну, примерно. Примерно, да, да, да. Ну, и раньше, но… И вот сейчас предсказания этого самого десятилетнего периода, десятилетия назад, они уже не оправдываются, потому что скорость таяния льда в Арктике, как вы сказали… Быстрее. Быстрее. Насколько быстрее? Насколько отличается от прогноза? Ну, вот я могу сказать, что по спутниковым данным за последние больше двух десятков лет скорость уменьшения протяженности морского льда, ну, например, вот в сентябре, если в сентябре самая меньшая площадь морского льда в Арктике, это самый, как бы, в этом смысле теплый месяц, 10 процентов в год, то есть 10 процентов за 10 лет уменьшается с такой скоростью общая протяженность морского льда в последние два десятилетия. Это очень быстро. Это очень быстро. Модели это вот недооценивают эту скорость. Но вот с другой стороны, оценка вот примерно 0,2 градуса глобального потепления, это предсказывалось. И мы уже вошли в эту эпоху потепления, которое казалось еще совсем недавно катастрофическим и нереальным. Я сейчас хочу обратиться к причинам такого явления, как глобальное потепление. Мы говорили о том, что оно развивается, развивается, опережая прогнозы. Прогнозы, которые делались еще совершенно недавно. Это не по всем параметрам. Не по всем параметрам. А по каким не соответствует прогноз? Нет, ну вот скорость морского льда в Арктике уменьшается быстрее, чем модели предсказывают. А глобальная температура, в общем, это укладывается в диапазон неопределенности модельных оценок. Понятно. Причины? Причины такого явления? Что вы можете сказать об этом? Ну, причины, как всегда, несколько. И вот если сопоставить, например, потепление, которое было в первой половине 20 века, потепление 30-40-х годов, то его можно объяснить, используя современные модели, естественными факторами, изменениями солнечной активности, изменениями вулканической активности, ну и, собственно, естественными процессами, естественной изменчивостью. То потепление уже последних десятилетий, конца 20 века и начала 21 века, только этими причинами объяснить уже не получается, если использовать самые детальные и продвинутые современные модели климатические, глобальные. То есть на деятельность, на естественную деятельность Земли накладывается еще что-то. Да, действует еще что-то. Что именно? Да, и вот этот фактор, это антропогенное влияние. Прежде всего парниковый эффект. Это парниковый эффект связан с парниковыми газами, прежде всего углекислый газ и метан. Ну, в большей степени влияет углекислый газ в настоящее время. Хотя метан примерно в 20 раз более радиационно активный. То есть на единицу, на одну молекулу он производит в 20 раз больше эффект тепла, грубо говоря. Да, 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 чем молекула углекислого газа. То есть парниковый эффект, который, как я понимаю, сейчас наблюдается очень активно, это в первую очередь результат деятельности человека. Правильно я понял? Да. Не вулканической деятельности, не какой-то другой. Вот только вулканической деятельностью и изменением солнечной активности, вот притока энергии от Солнца, объяснить вот это потепление не удается. И только привлечение вот дополнительного фактора, вот антропогенного потепления за счет парникового, увеличение концентрации парникового газа в атмосфере, удается объяснить вот это потепление. Иначе это... Причем уже по сравнению с предыдущими факторами, с естественными факторами, это потепление сопоставимо и даже уже доминирует в последние десятилетия. Уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы», вас пугает Игорь Мохов, заведующий лабораторией теории климата Института физики и атмосферы Российской Академии Наук. В беседе с ведущим программой «Назад будущее» Ашутом Насимовым мы обсуждаем проблему глобального потепления. Если в самом начале беседы я еще не знал, как назвать нашу проблему, предстоящую потепление либо похолодание, то теперь я твердо убедился в том, что все-таки потепление. Скептики, говорившие о похолодании, просорблены. Вторым моментом мы выяснили, что значительный вклад и неподдающийся, я правильно понимаю, неподдающийся какому-то пока дополнительному подсчету, вот калькуляции точной, это антропогенный вклад. Нет, нет, оценки есть, оценки есть. Да, да. И какие оценки? Можете привести? Нет, ну в разных моделях. Сейчас в мире довольно много моделей таких вот, довольно детальных, климатических, глобальных. И в разных моделях оценки разные. Ну, я должен сказать, что существует довольно значительная неопределенность в этих модельных оценках, но, тем не менее, наиболее развитые модели, детальные, дают оценки глобального потепления, которые согласуются с современными изменениями, с привлечением вот этого антропогенного фактора и с учетом тоже вулканической активности, солнечной активности. Тимофей Киселев из Элата, Израиль, прислал еще на сайт радиостанции «Эхо Москва» перед началом программы следующее сообщение. Уважаемые дамы и господа, я предлагаю исключить панические настроения из обсуждения и понимания такой очень жизненно важной для всех живучих на Земле темы. Давайте исключим панические настроения. Я обращаюсь к Игорю Ивановичу Мохову, заведующему лабораторией теории климата и института физики и атмосферы, Российской академии. Давайте исключим панические настроения и подумаем. Мы добавили к естественному дыханию Земли, если хотите, ведущему к потеплению, добавили еще свою собственную человеческую деятельность, что привело к резкому усилению потепления Земли. Вы цифры уже привели, насколько, что за последние 20 лет в 10 раз примерно темпы, правильно я понял? В три раза. В три раза. В три раза. В три раза. В три раза темпы потепления возросли. Что это такая за человеческая деятельность, которая вот эти самые парниковые эффекты? Я понимаю автомобили, я понимаю крупные города, я понимаю производство энергии, сжигание газа, угля, мазута. Что еще? Нет, ну вот основные... Это все? Есть еще... Сельское хозяйство? Нет, добавляется еще источник, например, там уничтожение лесов, вот землепользование. Это уничтожение лесов, которые впитывают углекислый газ, это тоже производит эффект, как бы дополнительный источник. Ну хорошо, где у нас в Сибири уничтожают леса? Нет, ну Амазония, например, там. И эффект Амазонии, он распространяется на потепление в Сибири? Нет, ну это глобальный эффект. На самом деле это все сказывается довольно... Вот эти парниковые газы, в частности углекислый газ, довольно хорошо перемешивается в атмосфере. Это не полностью перемешивается, но перемешивается... Он довольно хорошо перемешанный газ. Поэтому это обменивается... И распространение в южные широты, в южной полушарии, где производство, естественно, антропогенное существенно меньше, чем в северном полушарии, основное все-таки в северном полушарии. Но в целом перемешанность хорошая парниковых газов. Вы упомянули метан. Сказали, что единица метана по сравнению с единицей углекислого газа дает во сколько раз больше? Ну, примерно в 20. В 20 раз больше эффект радиационный. Радиационный, то есть в хорошем смысле радиационный. То есть, оказывается, влияние на потепление в 20 раз больше. А у нас очень большие запасы метана, как я понимаю, в вечной мерзлоте на так называемых северах. Состояние, если вдруг произойдет размораживание вот этой самой вечной мерзлоты, что это может дать, к чему может привести, и в каком состоянии, если вам известно, находится сейчас эта самая вечная мерзлота? Ну, в настоящее время таких вот крупномасштабных таких изменений вот именно состояние вечной мерзлоты еще не наблюдается в мире. Но, тем не менее, уже есть региональное протаивание и уменьшение так называемого слоя сезонного протаивания. То есть, этот процесс уже запущен. То есть, глубина от поверхности Земли, которая оттаивает летом, она увеличилась. Да, да, да. Вот сезонный ход, да. То есть, это увеличилось. Ну, примерно, есть у вас какие-то данные? Примерно в два раза увеличилось, в полтора раза. Ну, там в разных регионах по-разному. Это очень неоднородно пока. Вот на Аляске очень интенсивно этот процесс идет, вот в Северной Америке. У нас в разных регионах по-разному. На самом деле, это очень сильно зависит от, например, от изоляционного, от махового покрова или от снежного покрова. У нас в Сибири, например, при потеплении увеличивается, вот в северо-восточных регионах увеличивается количество осадков снежного, снежных покров. И это дополнительно изоляционный материал. В то время как, вот в Европе у нас, кстати, снежный покров уменьшается на европейской территории. Ну, на европейской территории у нас практически и нет вечной мерзлоты. Хотя, в целом, у нас примерно две трети территории страны покрыты вечной мерзлотой. Это в основном Сибирь. У нас две трети. Две трети. Две трети территории. Да, две трети территории. Если произойдет ускорение размораживания вечной мерзлоты, может ли это привести к взрывному выбросу метана? Значит, потенциально... Есть ли какие-то такие модели? Да, ну, потенциальная опасность этого есть. И даже такой термин там использовался, как потенциальная метановая бомба там. Значит, пока оценки такие есть, но вот мы оценивали пока не с учетом таяния вечной мерзлоты. А вот основной естественный источник метана в настоящее время – это болото. В большей степени это болото тропических широт, но и в наших широтах у нас в России очень много болот, особенно Западная Сибирь. Это вот Большое Васюганское болото, ну, в общем, большая протяженность болот. Так вот, по нашим оценкам, вот эмиссия метана из болотных систем увеличивается. И она уже на десятки процентов может возрасти в 21 веке. Но этот эффект, он не такой качественно не изменит, не изменит общее глобальное потепление. То есть он существенен, но не принципиально увеличит тот парниковый эффект, про который я говорил до этого, за счет углекислого газа в основном. Игорь Мохов, заведующий лабораторией теории климата и института физики атмосферы Российской Академии Наук, собеседник в студии «Радиостанциях и Москве» в программе «Назад в будущее». Давайте теперь поговорим о таком интересном явлении, как прогнозы. К чему все это может привести? Потепление, которое за последние 20 лет увеличилось в три раза. Насколько это может повлиять на зоны устойчивого земледелия, на зону развития сельского хозяйства? Насколько это может привести к тому, что сельское хозяйство начнет продвигаться на север? И, соответственно, в нынешних традиционных районах сможет, наоборот, засуха или что-то другое прийти. Есть ли какие-то такие теории? Ну, тут тенденции как бы в целом можно сказать, что в этом смысле это, может, перспективная тенденция для России, как северной страны. Перспективная. Да, в целом, да. Но хотя вот любые изменения, они имеют, любые даже положительные, казалось бы, изменения, они имеют и негативные стороны, потому что к любым изменениям нужно приспосабливаться. Время нужно, даже к хорошим. И при этом это длительный процесс, и тут, в общем, нужно время для того, чтобы к этому адаптироваться. Короче, я следующую всю зарплату пущу на скупку земель под слоем снега где-нибудь поближе к северу, потому что лет через 30 там смогу сажать, например, кукурузу. Ну, это вряд ли. На запалевтом кругу не будет? Нет, все-таки, понимаете, цена вырастет, это такие долгосрочные инвестиции для меня будут. Понимаете, тут на самом деле есть, это средняя тенденция, на самом деле изменчивость возрастает, и поэтому тут вот на самом деле все определяется экстремальными режимами. Потому что достаточно, если у вас будет положительная температура, достаточно заморозком, чтобы вся ваша культура потеряла ее. Понятно, мы слоем снегу укроем. Тут еще это очень неустойчивое, у нас неустойчивое сельдезелье, поэтому... Насколько соответствуют прогнозам такие идеи, как то, что глобальное потепление может привести к миграции животных из средней полосы на север, к распространению болезней, которые сейчас имеют место на юге, там тропические болезни, распространению этих болезней повыше к северу. И прочие-прочие подобные прихоти. Ну, это уже такие оценки делаются, но это, естественно, ожидать такой тенденции, потому что в условиях тех морозов, которые у нас в России традиционно были, те вирусы и микробы, они как бы вымораживались. А вот в условиях более повышенной температуры, естественно, процессы такие... И новые болезни, естественно, тропические и субтропические распространяются к северу. И естественно, что человеку трудно адаптироваться за период в пределах нескольких десятилетий, буквально в пределах меньше, чем длительность человеческой жизни, к новым типам болезни. Человек привык жить в определенных условиях, тем более, если люди склонны не молодые, люди чувствительные, могут быть чувствительны к метеоусловиям. А когда меняется климат, это, естественно, сказывается в негативную сторону. Ваня задает вопрос. Про Сибирь мы сказали. А что будет с Уралом, интересуется Ваня? Ну... Урал останется на месте. Хребет страны останется на месте. Глобальное потепление может ли это привести к повышению уровня Мирового океана, и если да, то каковы оценки и каково влияние повышения уровня на прибрежную полосу, на подтопление относительно низких городов, например, Санкт-Петербург и других. Ну, в 20 веке уровень Мирового океана поднимался примерно со скоростью около 20 сантиметров за 100 лет. Причем в последние десятилетия опять проявилась тенденция увеличения скорости этого роста. Для 21 века оценивается вот при таких антропогенных сценариях, если это потепление продолжится. Тут, конечно, прогнозы такие делаются с какой-то вероятностью. Это не 100% вероятность. Какова вероятность? Ну, вот по современным оценкам там говорится, что это очень вероятно. Очень вероятно, но тем не менее не 100%. Это там разные оценки, там больше 90%, 90-95%. Но это, опять же, повторюсь, это не 100%. И климатические прогнозы, вообще 100% климатические прогнозы принципиально невозможны. Можно говорить только о каких-то вероятностных прогнозах. Принципиально это. Тема глобального потепления была и остается близка сердцу нашего уважаемого редактора Татьяны Филигенгауэр, которая задумалась над этой темой непосредственно перед передачей. И вот ее рассуждения вылились в следующий комментарий. Давайте послушаем. Проблема глобального потепления является одной из самых обсуждаемых в мире. Однако именно эта тема обросла самыми разнообразными мифами и домыслами. Достаточно сказать, что многие уверены в том, что никакого глобального потепления не происходит. А напротив, на Земле наблюдается процесс глобального похолодания. Но и в стане сторонников теории мирового потепления нет единства. Касается это разрозненность абсолютно всего. От вопросов причин глобального потепления до предложений по решению проблемы. Если одни считают, что глобальное потепление происходит по естественным причинам, то другие винят во всем человека и технологический прогресс. А третьи и вовсе говорят, что глобальное потепление – это выдумка, нужная для решения экономических задач. Остается открытым вопрос о том, может ли человек каким-либо образом повлиять на процесс глобального потепления. Так или иначе, эта проблема обсуждается на самом высоком уровне. Ею занимается Большая Восьмерка и ООН. И Нобелевская премия мира в прошлом году была присуждена бывшему вице-президенту США Альберту Гору и членам межправительственной группы экспертов по изменению климата именно за изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработки мер по их возможному предотвращению. Я надеюсь, мы достаточно запугали наших уважаемых слушателей, которые присоединились к нам на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Игорь Мохов, заведующий лабораторией теории климата и института физики и атмосферы Российской Академии Наук, готов ответить на ваши вопросы. Просят прокомментировать влияние течения океанических на глобальное потепление, ну, на Гальфстрим. Спрашивают, возможно ли изменение океанических течений. Ну, тут ситуация тоже довольно неопределенная, хотя вот есть катастрофические сценарии, что ослабление Гальфстрима при общем потеплении скажется в локальном похолодании, по крайней мере, в Европе. Такой эффект проявляется по модельным оценкам, но он довольно неопределенный и, в общем, неопределяющий. Это все-таки будет локальное похолодание на фоне общего потепления. Но этот эффект проявляется действительно. И вот по модельным оценкам этот эффект может сказаться не только на Западной Европе, но вот есть корреляция изменения интенсивности океанических этих течений с изменениями, с аномалиями климата и на территории России. Это проявляется, по крайней мере, согласно модельным оценкам. Это должно проявляться и в температуре, и в осадках, и в давлении. В давлении. Я хочу привести вам мнение профессора Александра Городницкого, знаменитого нашего физика и барда. В ближайшие 20-30 лет Санкт-Петербургу, как и многим другим прибрежным городам Европы, считает профессор, грозит полное или частичное затопление, а потом на нашем континенте резко похолодает, от того, что вода растаявших льдов Арктики перекроет поступление тёплого течения Гольфстрим. Сколько вообще существует точек зрения относительно глобального потепления в мире? А правда ли, что у каждого знаменитого учёного в этой области есть своя точка зрения, которая кардинально отличается от точки зрения его соседа или оппонента? Нет, но есть всё-таки какие-то определяющие... На чём сходитесь? Ну, на самом деле, есть как бы разночтение в оценках вот тенденции глобального потепления или глобального похолодания. Есть противоречия о том, на каком уровне эти оценки делают, на каких временных масштабах. Вот если мы говорим на масштабах десятилетий, столетий, то идёт глобальное потепление. Если мы рассматриваем ледниковые циклы, например, то там чередуется потепление, похолодание, но это периоды 100 тысяч лет, 40 тысяч лет, 20 тысяч лет. То есть мы сейчас находимся в этом смысле в межледниковом периоде на гребне, как бы, и уже находимся больше 10 тысяч лет. И, казалось бы, вот-вот должно начаться похолодание, но это похолодание гораздо более медленное. Это на уровне тысячелетий. То есть в этом смысле должно начаться похолодание, но на вот эту тенденцию наложилось быстрое потепление последних десятилетий. Вот так что в этом смысле противоречий нет. А вот те ледниковые периоды, они связаны с естественными вариациями земной орбиты вокруг Солнца. Так что 363-3659, телефон прямого эфира, студия Радио Эхо Москва. 363-3659, код Москвы 495, код России плюс 7. Задавайте вопросы Игорю Мохову, заведующему лабораторией теории климата и института физики атмосферы. Я надеюсь, Игорь Иванович достаточно всех нас застращал, чтобы вопросы были острыми и интересными. Нет, я не старался. Стращали, стращали. Меня уже застращали. Уже есть у нас даже, я бы сказал, первый звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Это Александр из Саратова. У меня два вопроса. Откуда вы звоните, Александр? Из Саратова. Еще раз, я один раз слышал вас. Город Саратов. Саратов. Да, слушаем вас. Да-да. Значит, первый вопрос такой, как вы относитесь к тому, что вот наши чиновники хотят обуздать Арктику, вот все эти экспедиции великие и так далее. А какое это отношение имеет к глобальному потеплению? Ну, влияет ли это на глобальное потепление или нет? То, что чиновники обуздывают Арктику, ну, как всегда, журники всегда влияют на все. Ну, что же вы, Александр, живете в Саратове, такую простую истину не знаете? Как это скажется, имеется в виду, ну, вот на эту разработку шлейфа и так далее. А второй вопрос, вот мы очень часто на различных международных саммитах и конференциях, там, J8 и ООН, видим такую повестку дня обсуждения, там, изменения климата. Собственно, какие-нибудь решения, какие-нибудь действия конкретные за этим следуют или нет? Потому что ни разу не слышал о каких-то конкретных действиях. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо вам. Ну, на самом деле, уже мы сейчас находимся в период действия так называемого киотского протокола. Которому в США не присоединились? Присоединились. Мы присоединились. Мы подписали. Мы, мы. А Соединенные Штаты? А, Соединенные Штаты, это другой вопрос. Соединенные Штаты, да, не подписали. Китай не участвует. То есть основные имитанты, вот страны, которые больше всего имитируют углекислого газа в атмосферу, они не участвуют в этом киотском протоколе. Тогда какой в нем смысл? Ну, это скорее такое экономико-политическое соглашение, декларация о намерениях, как бы первый этап проработки вот таких возможных соглашений на будущее. Сейчас в настоящее время уже готовятся и подготавливаются материалы к следующим посткиотским соглашениям. И вот в конце прошлого года было совещание в Бали, где уже обсуждалось гораздо более сильное сокращение эмиссии парникового газа в атмосферу по сравнению с ограничениями киотского протокола, которые на климат реально не повлияют. То есть изменение климата, связанное с ограничением эмиссии, вот в связи с ограничением киотского протокола, практически не скажутся на... И это скорее, вот я говорю, политико-экономическое соглашение. 363-3659, следующий звоночек телефонный. Алло. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я полностью согласен с вашим несобъяснителем. Очень хорошо, если вы представитесь и назовете, откуда вы, будем согласны. Сергей Стольятти. Слушаем, Сергей. Я вот уверен, что через 100 лет у нас в Стольятти можно выращивать бананы, круглосуточно. Я вижу, вы мне прислали даже смс-ку на сей счет. Да? Да. Почему? Вот буквально 20 лет, почему я согласен с вашим собеседником, буквально 20 лет, в которые вот я, насколько я живу, осознательно, хотя мне 31 год. 10 лет буквально. За 10 лет было, скажем, 2 холодные зимы и 2 теплые. А вот за следующие 10 лет буквально 50 на 50. 50, то есть 5 теплых зим, то есть снега очень мало, и погода теплая. Сергей, а кем вы работаете? А у меня вопрос к собеседнику, увеличение тресноводных вод в океане, они как будут отражаться на всей планете. Понятно. Спасибо, Сергей. Это, наверное, из-за таяния льда, как я понимаю, да? Спасибо. Да, из-за таяния льда. Спасибо. Ну, на самом деле, вот, кстати, сток вот сибирских рек в арктический бассейн, он растет. И по модельным оценкам он еще больше увеличится. Это сказывается на солености океана, а от солености зависит формирование морского льда. Так что вот тут... Это больше льда или меньше льда дает понижение солености? Стабилизирующий эффект проявляется. То есть? Что это значит? То есть лед, когда соленый лед, он... И от уровня солености зависит температура замерзания льда. Поэтому если у нас изменяется сток рек, то меняется и фаза формирования морского льда. Правильно ли я вас понимаю, что количество, объем, там, толщина, площадь ледового покрова у нас в Арктике сокращается? Сокращается. Более того, сейчас вот в все большей степени лед становится сезонным. 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 То есть сокращается многолетние льды. Так представьте, это значит, что через какое-то время практически круглогодичный северный морской путь открывается, прямой путь из Европы в Азию и обратно. Это значит, что нам уже сегодня надо задумываться о том, чтобы строить там порты для обслуживания круглогодичного севморпутина. Но вообще перспектива действительно, вот по модельным оценкам уже сейчас вот существенно у нас освобождается, по крайней мере, в летние месяцы трассы северного морского пути. Другое дело, что это, может быть, неустойчиво еще, но в 21 веке при умеренных даже сценариях вот антропогенного такого потепления можно ожидать увеличения вот срока протяженности навигационного периода до 4 месяцев. Сейчас сколько? Ну, сейчас это... Два с половиной, три где-то, так, по-моему, да? Ну, это даже меньше. У нас есть тонкие места, типа пролива Велькицкого, где, в общем, обычно сложная ледовая обстановка. Это год на год не приходится. Вот, например, я в 2005 году участвовал в экспедиции на ледоколе в море Лаптевых. В море Лаптевых практически было свободно ото льда в сентябре 2005 года, и была проблема найти место для ледового лагеря. Это к северу от северной земли только было найдено. Ну, докатились полярники, не могут найти подходящую ледину. Нет, в том месте, где планировалось. Всегда можно к северу-нанайти, но... 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем следующие телефоны. Звонок. Алло. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Вас зовут? Меня зовут Игорь, город Москва. Слушаем, Игорь. А не скажет ли нам гость, какая погода с вероятностью с большой будет лет через 20 в Восточной Европе, например, и что будет с наводнениями там? Наводнения будут. Ну, вот вы уже, наверное, в последние годы видите, что там периоды наводнений чередуются с периодами засух и пожаров. Вот в 2003 году были пожары такие, вот совсем недавно были пожары. И это связано с чем? У нас потепление происходит сильнее всего в высоких широтах. В южных широтах, вблизи экватора, потепление гораздо слабее. И у нас меняется, уменьшается температурный перепад между высокими широтами, между полярными широтами и экваториальными. В результате этого меняется циркуляция в атмосфере. У нас ослабевает вот зональный перенос, скорость ветра вот с Атлантики на Европу и на Азию. Перемешивание ослабевает в этом смысле. И та влага, которая идет, переносится в атмосфере с океана на сушу, она не доходит до центра континента. Не всегда доходит. Перемешивание слабое, где-то выливается больше, где-то наоборот засушивается. А в центре Европы воздух застаивается в центре Евразии, получается. Тут сложнее немножко ситуация, но в целом увеличивается такая вот мозаичность выпадения осадков. Где-то много, где-то меньше. И вот такая тенденция увеличения интенсивности осадков ожидается в будущем. А с другой стороны, уменьшается, вот по крайней мере летом, уменьшается вероятность осадков. То есть могут чередоваться периоды наводнений и засушливых режимов. А в среднем? А в среднем все нормально? А в среднем нормально? Нет, в среднем. Средне статистически. Да, в среднем может быть относительно мало изменения. А вот у вас в течение месяца может понемножку выпадать, например, дождь. Да, каждый день. Да, каждый день понемножечку. Или может у вас за один день все выпасть, и будет у вас наводнение, месячная норма выпадает. А потом будет засуха. То есть, понимаете, вот такая тенденция отмечается. 363-3659. Задавайте вопросы Игорю Мохову, заведующему лабораторией теории климата Института физики атмосферы. Слушаем вас. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а вас зовут? Меня зовут Марк. Я из Москвы звоню. Слушаем, Марк. Хотелось бы получить хотя бы примерный ответ от гостя. Как оценивается влияние колоссальных выбросов метана животноводческих ферм? Не только у нас, во всем мире. Понятно. Спасибо. Интересный вопрос. Спасибо вам. Это оценивается, то есть, это включается, то есть, это заметный вклад. Я уже говорил, что определяющий основной фактор это вот болото, но и вот этот фактор, он существенный, и это он учитывается в общем балансе. Так что, это вы правильно заметили. 363-3659, следующий телефонный звонок. Алло. Алло, слушаем вас. Алло. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. Вы меня слушаете? Именно вас я и слушаю, здравствуйте. Простите, пожалуйста, значит, учитывая движение Солнечной системы в галактике, вот, профессор, который выступает. В смысле? Нашей Солнечной системы. И влияние на климат. Влияние движения Солнечной системы в галактике, как это влияет на климат Земли. Правильно я понял? Я повторяю, да. Спасибо большое, сейчас попробуем узнать. Ну, значит, в моделях это не учитывается, но, тем не менее, вот, можно оценить, что, по крайней мере, на тех временах, вот, на которых мы анализируем климатические изменения, этот фактор все-таки относительно мал. Мал. Три шесть три, три шесть пять девять. Слушаем вас, здравствуйте. Сделайте потише ваш приемник. Алло, да. А то его смоют наводнением. Слушаем вас. Да, добрый вечер. Андрей из Москвы. Слушаем, Андрей. Да, вот, просьба прокомментировать два фактора, которые все-таки вызывают вопросы в рамках предлагаемой гипотезы потепления. Значит, первый фактор... Да не гипотеза это, уважаемый, это уже свершившийся факт, как сегодня выяснилось. Нет, свершившийся факт это потепление. Тут вопрос интересный. Тем не менее, можно спорить. Давайте. Первый фактор, это все-таки, если можно вернуться к роли солнечной активности. Этот параметр надежно регистрируется в очень небольшое количество времени. И существует точка зрения, согласно которой мы наблюдаем в последние 40-50-60 лет некие локальные аномальные повышения солнечной активности, которая и вносит большой вклад в то, что мы сейчас наблюдаем. То есть, это некое локальное аномальное явление. А вопрос-то в чем, уважаемый? Вопрос в том, что думает уважаемый гость по поводу недоцененности солнечной активности. И вторая вещь... Давайте уже времени немного, давайте один вопрос. Вторая вещь, насчет все-таки того, что основной вклад в газовый баланс и в баланс углекислого газа до сих пор вносит биосфера Земли, прежде всего, без мирового океана. Вот это вот тоже прокомментировать, если можно. Спасибо большое. Ну, я могу сказать так. Значит, солнечное постоянное, это примерно 1370 ватт на метр квадратный. А изменение солнечной активности вносит вариации примерно 0,1%. То есть, вариации порядка 1 ватта на метр квадратный. Из-за этого у нас изменения температурные могут быть на порядок все-таки меньше, чем реально происходящие. Это получается 1 500 фактически, да, изменение солнечной активности? Ну, 0,1% это... 1,0% да, 0,001, условно говоря. Поэтому это относительно маленький фактор. Все это учитывается и оценивается. В принципе, это фактор неопределяющий. Хотя он важный, важный и добавляет. Но вот в последние десятилетия его вклад не больше четверти. Это по максимуму. Не больше четверти вот в то потепление потенциальное могла вносить солнечное постоянное. 363-3659. Следующий звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Тише говорите. Да, да, да. Слушаем. У меня такой вопрос. Как вас зовут, уважаемый? Максим, Максим. Откуда вы звоните, Максим? Санкт-Петербург. Слушаем. У меня такой вопрос. Влияет ли на потепление магнитное поле Земли, напряженность магнитного поля и гравитационное поле вообще? И еще вопрос. Хватит. Один вопрос. Человек, уже нет времени. Спасибо. Спасибо. Ну, есть такие гипотезы, и это рассматривается. Но вот в тех моделях, которые мы сегодня обсуждаем, это не учитывается. 363-3659. Следующий звонок. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Дима. Откуда звоните, Дима? Москва. Слушаем, Дима. А вот влияет ли Луна на Землю? Что сделает? Луна на Землю. Конечно, влияет. Спасибо. Приливы, это прекрасно, все знают. Это связано с Луной, конечно. Мне иногда хочется выть по ночам. Да, да. Так что тут нет. Это влияние, конечно, есть. 363-3659. У нас еще есть немножко времени. Слушаем. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый. Как вас зовут? Сергей Петербург. Слушаем, Сергей. Хотелось бы вот такой вопрос разъяснить. Мы выкачиваем очень много углеводородов из Земли. И в связи с этим большое количество углеводородов, видимо, переходит в газ. В этом случае, очевидно, момент инерции из Земли меняется. Влияет ли этот факт как-то на изменение климата? Замедление. Спасибо. Да, вы правильно заметили. Действительно, при общем потеплении у нас больше, ну, в том числе водяной пар вот испаряется. Кстати, вот мы говорим о парниковых газах, метан и углекислый газ. Основной парниковый газ – это водяной пар. И если бы не было водяного пара в атмосфере, у нас планета была бы холоднее у поверхности, больше, чем на 30 градусов. То есть это для жизни это, понимаете, что жизнь была бы... А что дает водяной пар? В первую очередь. Потепление. То есть эффект – это парниковый газ. Нет, а что вызывает появление водяного пара? Это то, что я... А, русский кран включаю с горячей водой или что? Нет, ну, содержание водяного пара в атмосфере зависит от температуры. Чем больше температура, тем больше водяного пара. Просто испарение. Ну, так это получается замкнутый круг. Ну, они взаимосвязаны. А вот метан и углекислый газ – они это как бы дополнительные компоненты. Потому что водяной пар, он завязан. А здесь уже дополнительный человеческий как бы фактор. Последний звоночек успеем принять. 363-365-9. Слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Игорь Васильевич, Москва. Слушаем, Игорь Васильевич. Вот наши геологи в свое время заявили, что они обнаружили элементы разумного поведения Земли вот в своей области. Что может сказать ваш гость по этому же поводу с точки зрения обсуждаемой тематики? Спасибо. Что имеется в виду? Земля себя ведет. Ну, это… Как живой организм. Нет, ну, как живой. Понимаете, тут, конечно, есть обратные связи и саморегулирование какое-то есть. Потому что система действительно богатая очень. И, естественно, есть положительные обратные связи, есть отрицательные обратные связи. То есть система реагирует на изменения внешних условий. Ну, например, там, когда изменяются у нас параметры орбиты Земли вокруг Солнца, то реагирует и протяженность снежного покрова и ледового покрова. Из-за этого подстраиваются другие компоненты климатической системы. Ну, то есть она… Есть возможность реагировать на внешние воздействия. В этом смысле. То есть она как бы подстраивается. У нас остается не более 10 секунд. Значит, глобальное потепление уже идет и в самом разгаре, да, Игорь Иванович? Ну, да. То есть мы живем в эпоху потепления. Другое дело, что на фоне вот такого регулярного потепления накладываются какие-то циклы естественной изменчивости. Ну, и плюс мы сами накладываемся на это. Да, это и мы влияем, да. Ну, вот наиболее четкий вот, который как бы необсуждаемый эффект, это не парниковый, например, а в городах, вот тепловые шапки городов. Это другого типа эффект. Это энергетический эффект. Но это все прекрасно знают, что в центре городов теплее, чем на периферии. И когда в Подмосковье лежит снег, в Москве уже… Да, конечно. На пару градусов, на несколько градусов в крупных городах всегда в мегаполисах. Это другой эффект. Это теперь тоже антропогенное воздействие. Игорь Мохов, заведующий лабораторией теории и климата Института физики и атмосферы Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук и доктор физико-математических наук, был гостем программы…